В перинатальном центре Ангарска развернули ковидный госпиталь. Здесь могут оказать квалифицированную помощь больным коронавирусом. А главное здание обеспечено кислородной подводкой. Однако эта новость вызвала беспокойство у будущих рожениц. Среди них молодая ангарчанка Анастасия. Она готовится стать мамой во второй раз. Прибавление в семействе ожидается только в мае. Но сложившаяся ситуация побудила ее присоединиться к движению взволнованных женщин. Она создала группу в мессенджере и стала общаться с роженицами. В группе около 300 человек. Всех волнует вопрос, где и как они будут рожать. Опасаются беременные и за транспортировку. Недавно мы слушали, все прекрасно видели, слышали, что перевернулась скорая помощь. Сейчас добавился еще один, так сказать, страх в копилочку, да, к остальным страхам, что могут и не успеть довести. Какой будет оказан, какая помощь будет оказана, а не будем ли мы лишние там в Иркутске или в Иссолье, хватит ли всем места. Очень много вопросов на самом деле. Опасения рожениц рассеивает главный акушер-гинеколог при Ангаре Наталья Протопопова. Она побывала в Ангарске и ответила на вопросы будущих мам. По словам медика, в работе местного перинатального центра такая система работы уже отлажена. Роддом и раньше закрывал прием рожениц из-за ремонта и санитарной обработки. Тогда будущих мам отправляли в соседние Усолья и Иркутск. Также планируют организовывать помощь и сейчас. В Ангарске подготовят зал для экстренной помощи беременным. Пациенток с осложнениями беременности планово будут направлять в областной перинатальный центр. А для рожениц с коронавирусом открыто специализированное отделение. По оказанию помощи COVID-19 беременным я хочу сказать, что механизм отработан. На сегодняшний день более 60 беременных находится на Горького. Мы отслеживаем лечение, ведение этих пациентов практически от момента поступления до момента выписки их из ковидного госпиталя. Единственная сложность, которая вызывает всегда много вопросов, это то, что при COVID-19 организована работа так, чтобы мы сразу разлучали мать с ребенком. Работа женской консультации, так же как и экстренная гинекологическая помощь, сохраняются в полном объеме. Как только пандемия пойдет на спад, ковидный госпиталь на базе перинатального центра свернут первым.